Как вы считаете, защищает ли вас ваша маска? Ну, частично, да. И соблюдение всех требований, которые нам предлагают, ну, хотя бы сдерживают это. Вы знаете, думаю, не совсем. Потому что вот маски, допустим, которые там для краски, ну, кто красит, маляры, они гораздо такие. А вот такие вот простые, мне кажется, нет. Ну, говорят, помогают. Я, наверное, думаю, что помогают. Все равно защищают, когда в толпе это люди. Когда вот идешь один, то она не нужна, потому что дышать невозможно и тяжело. А когда где-то вот люди в скоплении, конечно, помогают. Все равно. Даже если тычхнешь больной там, остается, то тычхнет там, остается. Я считаю, помогает. По-моему, нет. С маской трудно дышать. Наоборот, идешь, воздуха не хватает, больше задыхаешься. Мое мнение. Откуда я знаю? Я же не доктор. Доктора спросите, какие они. Как без маски никуда не пустят? Я считаю, нет. Ну, потому что если вирус есть, он уже как бы... Ну, единственное, в общественном транспорте, да, в каком-то. А вот если по улице, сильно не помогает. Не знаю просто, где, как сказать. Большое количество скоплений людей, ты как бы предохраняешься, вдыхаешь ты же воздух. И все. Только это. А на свежем воздухе зачем маска? Только это. Не помогает, конечно. Нет, не помогает. Потому что маски нужны тем, кто болеет. Я думаю, нет. Ну, потому что, как такового, мне кажется, его все-таки и нету. Ну, как вы думаете? Думаю, что нет. Ну, это жизненно все. Многие говорят, не помогает. Некоторые говорят, на один раз в день три маски надо одевать. А точно не знаю. Нет. Не нужна лишняя ерунда. Конечно, помогает. Защищает. Воздушно-какутным путем передается. Поэтому нужно носить маски. Но я сейчас иду по свежему воздуху, поэтому я и не делаю. Никуда сегодня не собираюсь заходить. Иду домой. Я вот работаю торговым представителем. Сколько с людьми общаюсь. И, по крайней мере, жив-здоров. Ну, иногда без маски общаемся, иногда в маске. 50 на 50. Сомнения есть. Как вы считаете, защищает ли вас ваша маска? Ну, помогает, наверное, обязательно. Это же все-таки защита от инфекций, бактерий, как говорится. От людей. Вот эта защита считается. Только правильно надо маску одевать. А то люди вот этой одной маской, сколько без конца ходят, как говорится, да? А вот маску надо менять. Тогда уже эффект будет. Так люди и здоровье будет. И чтобы не болели люди. Здоровье были. Скорее нас ушли, коронавирус. Не хотим. Все, чтобы было хорошо. Наступайся с Новым Годом. Не помогает. Ну, это тряпочка. Я считаю, что другие методы нужны. Наоборот, она у меня, например, это самое, как-то начинает дышать хуже. У меня дыхание начинает это самое. Нет, не помогает. Я просто подчиняюсь приказу, и все. А так я бы не носила бы и не подчинялась бы, если бы еще штрафы не налагали. Потому что я сам переболел, все пользовался масками, всеми средствами защитами, все равно переболел. Я считаю, маски не помогают. Не знаю, думаю, что да. Но все равно это какая-то защита идет дополнительно в любом случае. Поэтому я думал, лучше носить маски. Да. Ну, знаете, это, наверное, больше как... Чтобы... Или не знаю, как сказать. Чтобы предберечь себя, что и вот так. Ну, если все будут носить, конечно, 0,5 процентов, говорят, возможность заражения. Ну, маска, она может предотвращать распространение, но вряд ли она передается только по воздуху. Можно же через ручки замараться, дверей там, я не знаю. Много способов заражения. Я считаю, что да. Ну, потому что защищают, как бы бактерии не так поступают. И вообще считаю, что должны все носить маски. Поэтому я за то, чтобы носить маски. Ну, маска вообще-то помогает от всех инфекций. Если она есть или от всего вируса. Ну, а так вот на улице, мне кажется, надо дышать свежим воздухом. Думаю, да. Потому что себе надо сохранять. Ага. Волосы. Коронавирус – это инфекция, не бактерия. Она проникает сквозь это. Ну, формально носим. Потому что на сегодняшний день, на данный момент, лечения еще нет. Все знают прекрасно. Даже вакцина до конца не проверена. Поэтому хоть как-то оберегать нужно, конечно. Ну, если честно, мое мнение нет. Абсолютно никак. Из заброшенных респондентов 34% высказались против. 45% ответили положительно. 21% заняли нейтральную позицию. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.